Друзья, сегодня у меня в гостях Исон из Стайлджемпер. С ним мы обсудим 7 фишек стиля, которые выглядят круто на лысом человеке. Первый пункт – это очки. Почему это работает лучше, чем когда у тебя есть волосы? Потому что нет никакого отвлечения, Антонио. Когда ты лысый и на тебе очки, то весь фокус идет прямо на тебя. Ну да, это именно то, чего хочется, чтобы люди смотрели тебе в глаза и держали контакт. Но эти очки на тебе, они немного странные. Я имею в виду, что немногие носят такие очки. Круглые очки – это вообще очень круто. Ну, при том, что я часто ношу бабочку, так что это напоминает людям профессора. Так что да, люди улыбаются, и они смотрят на вот эти вещи, мою лысую голову, мою бабочку и, конечно, очки. Да уж, характерно, когда вы встретите такого человека, как Исон, вы точно его запомните. Вообще есть очень много опций. Те ребята, которые носят очки, у них примерно три-четыре пара очков разного стиля. Согласен, это же отличный аксессуар для вашего наряда. Разные оправы делают так, что вы выглядите по-разному. А вообще броски оправы, которые привлекают к себе внимание, производят впечатление умного человека. Второй пункт – это солнцезащитные очки. Самый популярный стиль, который должен быть у каждого мужчины – это авиаторы. Ну, конечно, можно попробовать, например, уайфареры или клабмастеры. Тут та же ситуация, что и с обычными очками. Фокус будет на ваше лицо. Но в темных очках люди думают, что вы настоящий плохой парень. Да, темные очки – это мистично. Люди думают о Голливуде и знаменитостях. Они смотрят и думают, что этот человек похож на скалу или вина дизеля. У него такие же очки. Так что для лысого мужчины очки – это то, что надо, так? Конечно, согласен на все сто. Далее, господа, давайте поговорим о цвете. Есть один такой цвет, который подойдет каждому лысому мужчине. Это черный. Абсолютно верно. Черный цвет нагоняет мистику. Он повышает уровень уверенности и элегантности. Наверное, кто-то из вас сейчас задумался, миксовать лысую голову с очками и черным цветом. Получается некий коктейль из агрессии. Что думаешь, Исон? Если вы хотите произвести сильное впечатление, то черный – это ваш цвет. Вызывающий и сексуально. А когда наоборот хотим приглушить, тогда рекомендую серый. Менее броско, повседневно, но также привлекательно и сексуально. Вот что я заметил интересного. Лысым мужчинам очень хорошо, когда на рубашке расстегнуты верхние пуговицы. И они оголяют немного кожи. Это такое некое повторение, потому что есть немного голой кожи наверху тут, и она снова повторяется в области груди. Это можно даже отнести к одним исследованиям, которые показали, что когда мужчина демонстрирует больше голой кожи, то он выглядит симпатичнее. Но на самом деле это то входит в моду, то выходит. Мне кажется, что лысые мужчины должны иметь больше уверенности. Именно поэтому этот трюк с пуговицами срабатывает. Когда я брею себе голову, то я понимаю, что обратного пути уже нет. Поэтому это придает мне больше уверенности, и я начинаю верить в себя еще больше. Так что немного расстегнуть рубашку еще никому не навредило. Следующая фишка, которая является козырем для лысых мужчин – это борода. Когда вы отказываетесь от волос на голове, то вы естественным образом заменяете это чем-либо. И волосы на лице – это отличный способ. Так вы приняли решение все сбрить, и в то же время приняли решение насчет бороды. Я пробовал разное – и козлиную бородку, и усы отпускал. И в последние несколько лет я просто перешел на полноценную бороду. Существует множество вариантов. Я оставлю ссылку на видео, в котором рассказываю про различные стили. Так-то вам станет все сразу понятно. На самом деле, это может изменить черты вашего лица. Так что вы можете поиграть с несколькими вариантами, пока ваша борода растет. Триммером можно задать форму. Или дождаться, пока она полностью вырастет, и там уже выбрать стиль. Господа, далее по списку мы обсудим головные уборы. Мы поговорим о шляпах. Если вы лысый, то вы должны быть аккуратнее с солнцем, потому что оно будет припекать вам голову. Так что это функциональный инструмент, который вы можете добавить в свой гардероб. Очень много вариантов. Исон, ты же шляпник? Антонио, да, ты прав, я обожаю шляпы. В зависимости от вашего роста, шляпа делает вас выше. Это отличный аксессуар. В зависимости от стиля она помогает формировать вам гардероб. Она дает вам огромную возможность прокачать свой стиль, просто добавив в свой образ шляпу. Ты еще выделяешься из толпы, верно? Абсолютно верно. Давай поговорим о впечатлении, которые мы оставляем на людей. То, как люди нас запоминают. Лучше пусть люди оборачиваются, чем проходят мимо. Да, когда вы видите парня в шляпе, то он автоматически притягивает ваш взгляд. Среди всей толпы вы заметите этого человека и подумаете, этот парень, наверное, крут. Он выглядит уверенно и стильно. Ну, есть сотни видов. Мы вам покажем пару фотографий. Есть плоская кепка, знаю ты фанат этих шляп. Также есть фетровая шляпа. Она существует в очень разных вариациях. У нас есть морская шляпа, мы о ней говорили в других моих видео. Пишите в комментариях вашу любимую. Далее идут серьги. Я считаю, что сережки работают должным образом для лысых мужчин, потому что у вас нет волос, чтобы прятать уши. Они всегда на виду, так что привлекают к себе больше внимания. Ты же вроде носишь серьги, так? Да, я носил серьги, когда был помоложе. Скажу так, они дают больше повода для начала разговора. Также по сережкам можно определить, какой наряд надеть. Я помню этого парня, который играл в баскетбол и носил серьги. Как его звали? Майкл Джордан, бритый на лысо и круглая серьга. Нравятся вам серьги или нет? Повторюсь, это то, что лысый человек может добавить в свой стиль. Если вы лысый, у вас есть множество стильных фишек, которые парни с волосами не могут применить так, как это можете вы.